Глубоко уважаемый Андрей Владимирович, глубоко уважаемые коллеги. Согласно данным Американского общества изучения рака, среди первичных случаев выявления злокачественных новообразований рак лёгкого занимает второе место как у мужчин, так и у женщин, уступая в первом случае раку предстательной железы и во втором случае раку молочной железы. Но что же касается смертности от рака лёгкого, то это заболевание занимает лидирующие позиции у мужчин и у женщин. Что касается наших данных, в 2016 году среди всех больных со злокачественными новообразованиями, состоящими на учёте в онкологических учреждениях Российской Федерации, рак лёгкого занимал 11 место. Казалось бы, не так много, но тем не менее, рак лёгкого входит в четвёрку основных заболеваний онкологических, которые выявляются на поздних стадиях. И ответственность за это лежит в том числе и на нас, как тех людей, которые выявляют эту патологию. Перед тем, как говорить непосредственно о раке лёгкого, нужно обратиться к терминологии. В англоязычной литературе всё немножко проще. Там используется термин nodal – это уплотнение лёгочной ткани округлой или близкой к ней формы размером равной или менее 3 см. В русскоязычной литературе аналогом этого слова является очаг или узел. Если же размеры участка уплотнения лёгочной ткани более 3 см, то используется термин образование. С точки зрения компьютерной томографии очаги в лёгких, которые могут быть выявлены, неоднородны. Мы можем выявить солидные очаги, то есть они выявляются в тех случаях, когда воздухосодержащие пространство лёгкого заполнены патологическим содержимым, и поэтому мы видим чётко выявляемое уплотнение ткани лёгкого. Также мы можем выявить и очаги по типу матового стекла. Они выявляются в том случае, если патологические изменения происходят в анатомических элементах лёгкого, размеры которых находятся за пределами разрешающей способности компьютерного томографа. И существует простой способ, как понять, очаг по типу матового стекла вы видите, или всё-таки это солидный очаг. Если мы на него посмотрим и увидим, что на его фоне без внутривенного контрастирования отчёт его прослеживаются сосуды, и если мы видим наружный контур бронхов, то тогда это очаг по типу матового стекла. Если же мы эти анатомические элементы не видим, то это солидный очаг. Но, естественно, существует сочетание этих очагов, это частично солидные очаги. Что ещё важно, это заакцентировать внимание на методике исследования при выполнении сканирования в отношении рака лёгкого. К нам очень часто поступают на пересмотр исследования, выполненные без внутривенного контрастного усиления. Порой бывает, что мы можем увидеть какое-то образование, сказать, что да, наверное, это рак лёгкого, но как-то его оценить, дать заключение именно для онколога, для определения тактики лечения и наблюдения этого пациента, мы не можем. Поэтому выполнять только нативное сканирование не следует, и как-то его интерпретировать в отношении рака лёгкого тоже не стоит. Сканирование у нас в учреждении мы выполняем следующим образом. Во-первых, они все с внутривенным контрастным усилением. Мы используем болюстрекер для выполнения сканирования в артериальную фазу. Артериальную фазу, если мы сканируем только грудную клетку, мы начинаем от хрящей гортани, это верхний уровень для того, чтобы к нам в зону сканирования попали нижние шейные лимфоузлы и надключичные лимфоузлы, которые являются регионарными для этой нозологии. И нижнюю границу сканирования мы определяем вблизи нижнего края печени. Это достаточно низко, но, тем не менее, это позволяет оценить верхние отделы брюшной полости и своевременно увидеть там метастазы в случае их наличия. И точно по такому же шаблону мы выполняем сканирование в венозную фазу с задержкой примерно 50-60 секунд. Что касательно патоморфологического подхода к классификации рака легкого, все достаточно сложно, рак легкого весьма неоднороден. И только патологоанатом, так скажем, хорошо в этом разбирается. Что касательно онкологов, они оценивают по подходам к лечению, и подходы к лечению различаются у мелкоклеточного рака и у немелкоклеточного рака. Что же касается нас, рентгенологов, то мы хорошо можем отличать чисто по КТ критериям. Это плоскоклеточный рак легкого и аденокарциному легкого. И о них я остановлюсь немножко подробнее. Плоскоклеточный рак встречается примерно в третий случаях всех раков легкого. В 60% случаев для него характерна центральная локализация, но, тем не менее, он бывает и периферический. И тогда для него характерна типичная картина наличия распада в структуре с горизонтальным уровнем на границе воздушных и жидкостных сред. И для него характерна мелкая и частая лучистость контура. Вот типичный пример периферического плоскоклеточного рака легкого. Мы отчетливо видим горизонтальную линию, мы видим воздух и видим жидкость. Здесь не представлено мягкотканное окно, но, тем не менее, горизонтальный уровень есть. Что же касательно аденокарциномы, на эту патологию приходится 50% всех раков легкого. Аденокарцинома легкого развивается из клеток альвеолярного или бронхоальвеолярного эпителия, не связана с курением, тем или иным образом связана с фиброзом легкого, и для него характерна преимущественно периферическая локализация. И вот тот пример, который пришел к нам еще из классической рентгенологии, когда по характеру контуров мы могли различать аденокарциному легкого и плоскоклеточный рак легкого. И эти симптомы также очень хорошо выявляются и при компьютерной томографии, то есть не только при классической рентгенографии. Тем не менее, с аденокарциномой не все так просто, она очень неоднородна и непроста по своей структуре. В ней выделяют преинвазивные изменения, минимально инвазивную аденокарциному и инвазивную аденокарциному, которые имеют, в свою очередь, свои подтипы. И первое, на чем я остановлюсь, это преинвазивные изменения, атипичная аденоматозная гиперплазия. Это локализованная умеренная атипичная зона пролиферации альвеоцитов второго типа и клеток Клара, покрывающих альвеолярные стенки с возможным распространением на респираторные бронхилы. Это исключительно патоморфологическое описание, которое для нас, рентгенологов, звучит весьма непонятно. Суть же заключается в том, что происходит утолщение альвеолярной стенки за счет пролиферации патологических клеток. Альвеолярная стенка находится за пределами разрешающей способности компьютерной томографии. Поэтому в этом случае мы ожидаем увидеть очаг по типу матового стекла. И действительно, при атипичной аденоматозной гиперплазии мы выявляем такие очаги. Следующая аденокарцинома инсито. При этой патологии выявляются абсолютно те же самые изменения, которые патоморфологически отличны от атипичной аденоматозной гиперплазии. Но с точки зрения компьютерной томографии мы точно также увидим очаг по типу матового стекла. Если мы сравним эти очаги, то они будут абсолютно одинаковые. Но тем не менее, нам нужно помнить о существовании такой патологии. И при первом визите к нам пациента с таким очагом нам не стоит писать, что это фокально-интерсоциальный пневмофиброз. Мы должны помнить о преинвазивных изменениях и должны назначить динамическое наблюдение. Следующий – это минимально-инвазивная аденокарцинома. Это солитарная периферическая опухоль, общими размерами равная или менее 3 см, где имеется стелющийся тип роста, инвазивный компонент меньше 6 мм в большем измерении, это очень важно. И уже пятилетняя выживаемость при этой патологии достигает 98%. С точки зрения патологоанатома, при микроскопии мы выявляем инвазивный компонент, который выполняет воздухосодержащие пространство легкого, и выявляем поверхностно-растущий компонент, который стелется вдоль альвеолярной стенки. И, зная об этих изменениях, при компьютерной томографии мы ожидаем увидеть картину частично солидного очага, где солидная часть будет соответствовать инвазивному компоненту, а матовое стекло будет соответствовать поверхностно-растущему компоненту. Важно, что его общие размеры должны быть равны или менее 3 см, а солидная часть не должна превышать 5 мм. Следующее – это инвазивная немуцинозная аденокарцинома со стелющимся типом роста. Она фактически ничем не отличается от минимальной инвазивной аденокарциномы, за исключением своего размера. Если общий размер такого образования более 3 см, то мы его интерпретируем как инвазивная немуцинозная аденокарцинома со стелющимся типом роста. Также патоморфологи выделяют ацинарную, папиллярную, микропапиллярную, солидные аденокарциномы, но с точки зрения компьютерной томографии они все выглядят примерно одинаково в виде обычного солидного очага или образования. И еще один подтип – это инвазивная муцинозная аденокарцинома, при которой преобладает консолидация легочной ткани, имеется симптом воздушной бронхографии, и она может быть множественной. Если к вам на прием приходит подобный пациент с такими изменениями в легких, то в первую очередь, конечно, можно заподозрить у него плевропневмонию, но тем не менее, опять же, важно помнить, что так может выглядеть и инвазивная муцинозная аденокарцинома легкого. И суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что эти изменения, легко или нелегко, но тем не менее, можно дифференцировать при компьютерной томографии, и всегда нужно об этом помнить и писать в своих заключениях. А теперь непосредственно о ТНМ-8 классификации. Что это такое? Т – это опухоль, Н – это регионарные лимфоузлы, и М – это метастазы. То есть эта классификация показывает степень распространенности опухолевого процесса в человеческом организме. Предыдущая классификация – это ТНМ-7, которая была до 2017 года, после этого вступила в силу ТНМ-8. В ней есть некоторые изменения, но они, наверное, в большей степени будут интересны онкологам. Нам лишь надо знать актуальные требования на сегодняшний момент, чего ждет от нас онколог. Что такое категория Т? То есть еще с середины прошлого века было установлено, что в зависимости от размеров первичной опухоли выявляется различная выживаемость пациентов. И проблема была в том, чтобы определить те пограничные значения размера опухоли, при которых резко и статистически значимо снижается выживаемость пациентов. Например, при размерах первичной опухоли менее 1 сантиметра пятилетняя выживаемость составляет 92%. А при размерах до 7 сантиметров она уже снижается до 46%. Поэтому на данный момент установлено, что следует выделять следующие критические размеры первичной опухоли. Т1 – это размер равный или менее 3 сантиметров, Т2 – это от 3 до 5 сантиметров, Т3 – от 5 до 7 и Т4 – более 7 сантиметров. Казалось бы, всё просто, но опять же возникают вопросы. В какой плоскости измерять первичную опухоль? В каком окне измерять первичную опухоль? Ведь размеры от этого будут очень сильно изменяться. Если мы выявляем частично солидный очаг, то что в нём нужно измерять, что имеет значение? И имеет ли влияние на Т-категорию вовлечённость окружающих структур? И вот в 2013 году было проведено исследование, которое оценивало, как нужно измерять очаги образования в лёгком. Вот пример из этой статьи, где в верхней доле левого лёгкого выявлялся очаг, измеренный в аксиальной плоскости, где его размеры максимальные составляли 4,2 сантиметра. То есть, согласно этим измерениям, это Т2. При измерениях в корональной плоскости то размеры меньше на целый сантиметр, 3,2 сантиметра, но тем не менее это также Т2. Но если построить сагитальную реконструкцию, то это уже 6,7 сантиметра, то есть Т3. И в этом исследовании был сделан вывод, что, во-первых, измерять надо в лёгочном окне, а во-вторых, измерять надо в трёх стандартных ортогональных плоскостях. И в своём заключении нужно указывать все три размера, чтобы онколог знал, какой из них наибольший. Далее следующий проблемный вопрос. Если мы выявляем субсолидный очаг размером менее 3 сантиметров, что с ним делать? И именно в ТНМ-8 коснулись этого вопроса. В ТНМ-7 не было регламентировано, как нам следует оценивать подобный очаг. Таким образом, если очаг по типу матового стекла имеет размер равный или менее 3 сантиметров, и мы не видим убедительно солидного компонента, то тогда мы должны его интерпретировать как Т-ин-ситу. И об этом подробно написать в своём заключении. Если мы выявляем частично солидный очаг размером равный или менее 3 сантиметров, с солидной частью менее 6 миллиметров, то тогда это Т1 минимально инвазивное. Если мы выявляем частично солидный очаг общим размером менее 3 сантиметров, но с солидной частью менее 1 сантиметра, то это Т1-А, если солидная часть от 1 до 2 сантиметров – это Т1-Б, и если солидная часть от 2 до 3 сантиметров, то это Т1-С. Также этого не было в ТНМ-7. Если размеры образования составляют от 3 до 4 сантиметров, то это Т2-А, если от 4 до 5 – Т2-Б, и если от 5 до 7 сантиметров, то Т3. То есть тут всё просто, каких-то сложностей нет. Если более 7 сантиметров, то Т4. Есть некоторые вот такие изменения по сравнению с ТНМ-7, повышение значения категории Т. Следующий вопрос. Влияет ли вовлечённость окружающих структур на оценку по Т-категории? И да, влияет. Если есть вовлечённость висцеральной клевры вне зависимости от размеров очага, то это автоматически Т2. Если есть вовлечение главных бронхов от электаз доли или всего лёгкого, то вне зависимости от размеров опухоли это также Т2. Это надо не забывать очень внимательно отражать в своих заключениях. Если есть врастание в грудную стенку, перикард, диафрагмальный нерв, то это Т3. Если есть врастание в средостении, сердце, крупные сосуды, корину, трахею, пищевод, возвратно-гортанный нерв и позвоночник, то это Т4. И вот изменение по сравнению с ТНМ7, врастание в диафрагму теперь считается Т4 вне зависимости от размеров самого образования, как это представлено на этой компьютерной томограмме. Таким образом, для оценки по Т-категории нам необходимо измерить очаг в трёх плоскостях в лёгочном окне. Всё это написать в своём заключении. Если мы выявляем частично солидный очаг, то измерить общий размер и размер солидного компонента. И если есть вовлечённость окружающих анатомических структур или подозрения на эту вовлечённость, нам обязательно нужно сообщить об этом онкологу. Следующая – это Н-категория. С ней тоже всё не так просто. И первый, самый главный вопрос – критерии метастатического поражения внутригрудных лимфоузлов при раке лёгкого. И второе – это как нам правильно называть те лимфоузлы, которые мы видим в груди пациента. На данный момент существует при компьютерной томографии только один общепринятый критерий – это размер лимфоузла в меньшем измерении. Да, чувствительность и специфичность у него не очень радостная, но тем не менее это тот критерий, которого ждут от нас онкологи. Нам обязательно в своём заключении нужно указать все лимфоузлы, которые имеют увеличенный размер. И если мы в дополнение к этому видим какие-то другие критерии, которые вызывают у нас убеждённость, что это метастатические изменения, нам надо это, конечно же, отдельно указать. И, отвечая на второй вопрос, в настоящее время выделяется 14 групп региональных лимфоузлов при раке лёгкого, и о них я сейчас расскажу подробнее. Первая – это группа 1Р и 1Л, то есть правая и левая, надключичная и нижняя шага. Они располагаются от уровня перстневидного хряща до верхнего края рукоятки грудины. Именно поэтому нам очень важно при сканировании пациента по поводу рака лёгкого не забывать делать захват нижних отделов шеи при выполнении сканограммы, чтобы оценить эти лимфоузлы. В своих заключениях мы обычно не пишем словами, что это за лимфоузлы надключичные или нижние шейные, а просто пишем, выявляется увеличенный лимфоузел номер 1Л таким-то размером. Вторая группа – это верхняя паратрахиальная 2Р и 2Л, то есть они правые и левые. Верхний край с правой стороны – это верхний край рукоятки грудины, нижняя граница – это место пересечения трахеи и левой плечи головной вены – это правая и нижняя граница. Что касательно границ слева, верхняя граница – это верхний край рукоятки грудины, а нижняя граница – верхний край дуги орты. И что здесь особенно важно, что сагитальная граница проходит не посередине трахеи, как это было для лимфоузлов первой группы, а по левой стенке трахеи. Поэтому возникает такая весьма парадоксальная ситуация, что те лимфоузлы, которые находятся спереди от трахеи, нам приходится считать их как правые паратрахеальные лимфоузлы. Также очень часто бывают сложности с подобными лимфоузлами, можно встретить в заключениях, что их называют паравазальными, например. Но тем не менее, это анатомическая граница локализации левых верхних паратрахеальных лимфоузлов, и нужно указывать это в своем заключении. Далее это лимфоузлы превоскулярной группы 3А, их все очень хорошо знают, всегда указывают в своих заключениях. Верхняя граница – это верхняя апертура грудной клетки, нижняя граница – уровень корины, передняя граница – задняя поверхность грудины, и задняя граница – передняя поверхность верхней половины. То есть вот в таком воображаемом прямоугольнике находящиеся лимфоузлы являются превоскулярными. Также выделяется 3П-группа – это ретро-трахеальные, которые находятся выше корины, но сзади от трахеи. Они очень часто сливаются с пищеводом, но тем не менее о них надо помнить и всегда внимательно искать у пациента. Если они увеличены, обязательно их указывайте. Следующая группа – это 4Л и 4Л, нижние паратрахеальные. Они являются логичным продолжением верхних паратрахеальных. Также сагитальная граница проходит по левому контуру трахеи. И опять же вот ситуация, когда у пациента одновременно увеличены и правые нижние паратрахеальные лимфоузлы, и левый нижний паратрахеальный узел. Но по сути правый нижний паратрахеальный узел расположен не справа, а кпереди от трахеи. Об этом надо всегда помнить. Лимфоузлы номер 5 – субоортальные или аортопульмонального окна. Тоже каких-либо сложностей в их выявлении не возникает. Они находятся левее лимфоузлов номер 4Л. Группа лимфоузлов номер 6 – параортальная. Наверное, они самые простые. Это те лимфоузлы, которые находятся слева от дуги аорты. Это их всегда очень хорошо видно, и они всегда указываются в заключениях. Группа номер 7 – это бифрукционные лимфоузлы. Они также, на мой взгляд, относятся к группе простых. Важно помнить о нижней границе этих лимфоузлов. Слева нижняя граница этих лимфоузлов располагается на уровне верхней границы нижнедалевого бронха, а справа нижняя граница промежуточного бронха. Ещё одна группа – это 8Р8Л, левая, правая, параэзофагиальные. Но это именно те лимфоузлы, которые находятся ниже корины. Если они находятся выше корины, то это уже ретро-трахеальные. Группа номер 9 – правая и левая лимфоузлы лёгочной связки. Верхняя граница у них – верхняя лёгочная вена с соответствующей стороны, а нижняя граница – это диафрагма. И с 10 по 14 группу – это бронхопульмональные, междалевые, долевые, сегментарные, субсегментарные. С ними всё весьма просто. Мы смотрим на генерацию бронхов, к которым прилежат эти лимфоузлы, и, соответственно, определяемся, к какой группе они принадлежат. Для чего имеет значение вот так тщательно относиться к лимфоузлам в средостении? Всё дело в выживаемости. Установлено, что в зависимости от вовлечения тех или иных групп лимфоузлов, резко и статистически значимо меняется выживаемость пациентов. Поэтому, если у пациента вовлечены в опухолевый процесс внутрилёгочные бронхопульмональные лимфоузлы на стороне поражения, у таких пациентов выживаемость выше – это N1. Если у пациента вовлечены резиктабельные лимфоузлы средостения на стороне поражения или бифуркационные лимфоузлы, то это N2. Если же вовлечены контрлатеральные лимфоузлы средостения и бронхопульмональные лимфоузлы, или надключичные лимфоузлы, то это, соответственно, N3. Таким образом, подводя итог в оценке лимфоузлов, нам в своих заключениях нужно указывать все лимфоузлы размером более 1 см и указывать принадлежность лимфоузлам к соответствующим группам. И M-категория – это метастатическое поражение, то есть отдалённые метастазы. Наиболее часто рак лёгкого метастатически поражает головной мозг, печень, надпочечники, кости, почки. Это не значит, что он не может поражать другие органы и ткани, но тем не менее, в первую очередь мы ожидаем увидеть метастазы именно там. В ТНМ-8 используется следующая классификация. Нужно выделять интраторакальные метастазы, тогда это M1A. Нужно указывать, если это одиночный экстратаракальный метастаз, это M1B. И если это множественные экстратаракальные метастазы, это M1C. И вот типичные иллюстрации того, как выглядит метастатическое поражение при раке лёгкого. Вот это метастатическое поражение правой лобной доли головного мозга, где выявляется очаг активного накопления контрастного вещества, окружённый выраженной зоной отёка. Вот так вот выглядит типичное поражение костей при раке лёгкого. Очень часто эти метастазы сопровождаются массивным мягкотканным компонентом. Также выявляется и метастатическое поражение печени. Очень часто при раке лёгкого метастазы в печени имеют вот такую слабо гиподенсную структуру. Их с трудом видно при внутривенном контрастировании. Ну и, естественно, при бесконтрастном исследовании мы даже и заподозрить их не можем. Поэтому ещё раз подчеркну, что все исследования должны выполняться только с внутривенным контрастированием. И внимательно надо искать подобные слабо гиподенсные очаги в печени. Метастатическое поражение почек выявляется гораздо проще. Это зачастую такие весьма массивные образования в почке пониженной плотности, с нечёткими контурами. Они могут деформировать контур почки и зачастую затруднений не вызывают в их дифференциальной диагностике. И одно из важных – это метастатическое поражение надпочечников. Зачастую уже при распространённом раке лёгкого мы выявляем массивное образование в проекции надпочечников. То есть сам надпочечник мы уже не видим. И каких-либо затруднений их диагностика у нас не вызывает. Тем не менее, нам в своих заключениях всегда нужно указывать о каких-то даже самых минимальных изменениях в надпочечниках. Потому что это могут быть мелкие метастазы. И в соответствии с этим онколог уже примет решение, может быть, дообследовать этого пациента по этому поводу. Или назначить контрольную компьютерную томографию. Но тем не менее, установить факт отсутствия или наличия метастатического поражения надпочечников. И подводя итог, для того, чтобы предоставить врачу-онкологу то заключение, которое и нас самих порадует, и ответит на все его вопросы, нам нужно указать и тщательно измерить размеры опухоли, оценить ее в трех плоскостях, измерить в легочном окне, провести оценку компонентов частично солидного очага. Нам нужно внимательно указать вовлеченность окружающих структур, таких как плевра, тела позвонков, диафрагма, указать распространение на клетчатку средостения. Обязательно не забыть указать наличие ателектаза легкого эллидоли. Это очень важно, как я уже показал ранее. Надо скрупулезно оценить локализацию внутригрудных лимфоузлов. Бывают затруднения, когда мы, например, оценивая пара изофагиальные лимфоузлы, не можем сказать, правое это или левое. Тем не менее, заакцентировать внимание на том, что они есть, и попытаться их указать. Очень часто мы встречаем заключения, когда, например, делают описание рака легкого, который локализуется предположительно в верхнюю долю левого легкого, и указывают, что есть метастатически измененные нижние паратрахиальные лимфоузлы без указания правой или левой стороны эти лимфоузлы. Такого делать, естественно, не стоит, и всегда нужно указывать в сторону. И следующее – это оценка экстра- и интраторакальных метастазов. Оценка количества экстраторакальных метастазов. Не надо писать точно, сколько их, но надо обязательно указать, один это экстраторакальных метастаз или их много. На этом мой доклад заканчивается. Если позволяет время, я бы хотел пара таких для осознания. Это означается с интерактивным разбором клинических случаев. И каждый из лекторов подготовил несколько клинических случаев, но осталось три минуты до конца вашего времени, поэтому я думаю, что давайте мы, если созрели вопросы, лучше вопросы, наверное. Пожалуйста, включитесь в свет, мы тогда, может быть, клинические случаи мы опустим. И какие-то насущные вопросы, пожалуйста. Спасибо за очень такую плотную лекцию. Подскажите, всё-таки, если у амбулаторного пациента впервые выявлены очаг уплотнения по типу матового стекла, тактика, то есть просто динамическое наблюдение, а сроки через сколько вы рекомендуете на вашем опыте, через сколько? Если это пациент с онкоанамнезом, то тогда в первую очередь нужно контролировать не метастатические очаги ли это. Тогда нужно назначать КТ-контроль через 2,5-3 месяца. Если же это к вам пришёл пациент без подозрения на онкопатологию по какому-либо другому случаю, то тогда обязательно на столе нужно иметь рекомендации флейшнеровского общества от 2017 года, где подробным образом рассказано, как нужно действовать. В этом же случае флейшнеровское общество рекомендует выполнять контрольное исследование через 3 месяца для того, чтобы доказать, что это персистирующий очаг, что это невоспалительные изменения, которые регрессируют. То есть первое исследование через 3 месяца. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Вы описываете, опираясь на какую классификацию сейчас, в настоящее время седьмую или восьмую? Мы делаем описание согласно восьмой классификации. То есть мы не ставим там заключение Т4, например, Н2. Мы просто указываем в своём заключении всё то, что нужно, чтобы онколог сам принял решение, согласно восьмой классификации, как нужно интерпретировать эти изменения. А может быть тогда вопрос Андрею Владимировичу, что для Санкт-Петербурга и области является отправной точкой для того, чтобы работать по классификации ТНМ восьмого пересмотра. У нас то же самое есть с Челябинской. Челябинского онкоцентра мы работаем до сих пор по седьмой классификации ТНМ, хотя американские клиники работают с 1 января по восьмой классификации. Когда я задала вопрос нашим оргметодотделу, ответ был такой, это надо провести некий форум, или там да, и вот чтобы решить все вместе. Андрей Владимирович, скажите Ваш ответ. Вопрос переадресуется. Действительно, это наша проблема. Имеется в виду проблема даже не оргметодотдела, это проблема рентгенологов и онкологов. Поэтому задача классификации – это передать информацию наиболее быстро и без искажений. Если Вас онкологи понимают по седьмой классификации и они принимают решение по седьмой классификации, то если Вы напишите по восьмой, они Вас не поймут и скажут, что Вы плохой рентгенолог, что Вы не понимаете, не знаете, не умеете и не отвечаете на наши вопросы. Поэтому здесь легкий способ – это найти контакт и объяснить. Нет, контакт найден. Мы делаем точно так же хитро, как и Ваши коллеги. То есть мы даем все подробно локализации в соответствии к критериям. Вопрос в другом. С какого момента Ваш институт начинает работать по классификации ТНМ восьмого пересмотра? Кто принимает решение? Кто принимает решение? Мультидисциплинарная комиссия принимает решение. Идет договор между работой двух отделений. Ни какого-то распоряжения главного врача, не знаю, там, Ночмеда или, не знаю, лечебно-контрольной какой-то организации не нужно. Спасибо. Николай Алексеевич, мы рады Вас приветствовать. Добрый день. У меня вопрос один, ну не один, два. Когда Вы смотрите легкие, Вы разве брюшную полость не описываете? Мы верхний этаж. Больных с подозрением рака легкого. Если смотрите брюшную полость, это, насколько я знаю, обязательно, там тоже есть лимфатические узлы группы 4 и 7. Как можно тогда в заключении писать, что такие узлы 4, 7, 8. В брюшной полости тоже есть. Такие номера. Поэтому и мне неоднократно попадались заключения с ней Петрова, в которых вот именно написаны только цифры. Но я понимаю, что мне несложно открыть и посмотреть, какие узлы, но вроде однозначно не было сказано нигде, что писать аббревиатуры типа 4, 5, 4, 1, там, L и так далее. Вот этого я не слышал. Поэтому надо как-то тоже среди онкологов это определить. Не все знают, тем более в амбулаторном, извини. Николай Алексеевич, могу подытожить вопрос. Как я понял, и Петр Сергеевич тогда ответит, нужно ли следовать вот этой вот жесткой классификации по числам групп лимфатических узлов, потому как у абдоминальных онкологов, я так понимаю, у них тоже есть японская классификация, где там 123 группа бывает и так далее. Не будет ли это являться путаницей? Спасибо за вопрос. Ответ на него следующий. Мы в тексте своего заключения именно в начале пишем, что увеличены внутригрудные лимфоузлы таких-то групп. Слова мы не используем. Почему мы так делаем? Потому что получили обратную связь от таракальных хирургов, которые нам говорят, что это неудобно читать, например, левые, верхние паратрахеальные лимфоузлы. Это занимает большое количество места. И зачастую мы знаем, что онколог сидит на приеме, и читать наши заключения ему очень тяжело. Поэтому они просят писать именно... Петр Сергеевич, я с абдоминальными лимфатическими узлами. Что по поводу абдоминальных лимфоузлов? Также мы в тексте описания пишем, что абдоминальные лимфоузлы не увеличены. А если увеличены? В данном случае абдоминальные лимфоузлы не являются регионарными для рака легкого. Поэтому мы указываем цифрами именно регионарные лимфоузлы. А если мы выявляем увеличенные забрешинные лимфоузлы метастатически изменёнными, мы тогда напишем, например, выявляется метастатическое поражение лимфоузлов 4L, 2L и забрешинных лимфоузлов. Понятно? Я понял, что это в вашем учреждении так принято. В принципе, в любом учреждении... Как у вас принято, Николай Алексеевич? У вас принято, как положено. Как положено, расскажите. А мы записываем все узлы, какие есть. То есть идёт группа по названию, да? Конечно, нижняя, да. Абдоминальные. Мы уже переходим к дискуссии. Чревная, паракостраль. Тоже не цифрами. Хорошо. Второй вопрос был. Но никогда 116-й лимфатический узел увеличен, но я не напишу. Второй вопрос у вас был. 116-й узел. Николай Алексеевич. И второй вопрос. Всё-таки рецисты, вы почему не используете? В ней Петрова почему-то не используется рецист. Лимфатический узел пытается по малому диаметру не сантиметр, а 15 миллиметров. Для меня тоже сейчас этаномость. Ну и последнее, что хочу сказать, чтобы закончить. Вы говорили про метастазы. Вот очерёдность. Вы поставили головной мозг на первом месте. Какой процент у больных с раком лёгкого головной мозг метастаза на первом месте стоит? Или это просто вы так перечислили? Сверху вниз. Спасибо. Да, там не было указано в зависимости от частоты метастатического поражения. Конечно же, головной мозг я сейчас на вскидку не готов сказать частота метастатического поражения, но это не самый часто поражаемый орган. Николай Алексеевич, микрофон нас слушает, аудитория вне нашего зала ещё. Тот, который написан третьим, четвёртым, он… Николай Алексеевич, давайте мы вопросы ответим и потом комментарий. Всё, спасибо. Я бы не хотел уже. Всё, спасибо. Вопрос насчёт… Николай Алексеевич, я уже… Насчёт рецист. Рецист. Почему критерием рецист не оперируете? Что касательно размера 1 см, если вернуться к этому слайду, к сожалению, презентация уже закрыта, там указана статья, откуда взята эта информация. Это своего рода консенсус, как следует оценивать внутригрудные лимфоузлы именно при раке лёгкого. Понятно, что это огромная проблема. Понятно, что у каждого четвёртого-пятого пациента внутригрудные лимфоузлы больше размером, чем 1 см. И рекомендуется в настоящее время начинать операцию с видеоторакоскопии, забирать увеличенные лимфоузлы для проведения срочного исследования, исходя уже из этого, интерпретировать их метастатическое поражение. Что же касательно рецист, то по этому поводу проходят, так скажем, дебаты и на международных конференциях, и в моём понимании сейчас позиция следующая. Это система, которая сделана для того, чтобы оценивать результаты клинических исследований. Мы не можем её использовать в оценке эффективности лечения в отрыве от научных исследований. Это первое. А во-вторых, ну, размер 1,5 см – это весьма большой, и зачастую такие лимфоузлы не вызывают сомнения, что они метастатически изменены. Вопросы вот в таких вот пограничных лимфоузлах. Спасибо большое, Пётр Сергеевич. Мысль ясна. Но ещё две минуты осталось до того, чтобы мы освободили Петра Сергеевича от времени дискуссии. Ещё есть вопросы? Короткое клиническое наблюдение. Уложимся за две минуты? Да, я думаю, что... Да, давайте. Тоже презентация. Ну, пока запускают. Есть вопрос Петру Сергеевичу от наших слушателей. Один из слушателей... Неудобно поставили компьютер. Ну, ладно, я по памяти. Один из слушателей задаёт вопрос, необходимо ли каждый раз, когда Вы указываете вопрос, размер очага или лимфоузла, указывать положение стола? Нет, мы не указываем положение стола, мы указываем номер среза и серию, которую использовали для оценки. А окно указываем или это по умолчанию? По умолчанию, по существующим рекомендациям лёгочное окно. Но если измерено в другом окне, то тогда мы уже указываем... Лимфатический узел измеряем мекотканом. Да, конечно. По умолчанию тоже. Да, да, да. Это именно по Т-критерию. Давайте к случаю, я посмотрю ещё вопросы тогда. Ну, вот несколько случаев, которые как раз и показывают важность точных измерений из крупулёзного подхода к локализации лимфоузлов. Вот схематическое изображение, если мы видим рак лёгкого, верхний долю левого лёгкого, но увеличен лимфоузел 8-й Л-группы, то тогда по Н-критерию какой это будет лимфоузел? Есть ли у кого-то варианты? Ну, чтобы не затягивать время, то правильный ответ это Н2, то есть резиктабельные лимфоузлы средостения на стороне поражения. Казалось бы, похожая ситуация, но лимфоузел уже 8-й Р-группы. И изменится ли что-то по Н-критерию? И ответ – да, действительно изменится. Это Н3, контролатеральные лимфоузлы средостения. То есть уже идёт повышение Н-критерия. Если мы выявляем надключичные лимфоузлы 1-л-группы, то также это имеет значение и выявляется Н3 по Н-стадии. Что касательно измерений и критерия Т, то если мы выявляем солидный очаг размером 19 мм, который врастает в клетчатку средостения, 19 мм, хотелось бы сказать, что это Т1, но тем не менее, если есть распространение на клетчатку средостения, то это автоматически Т4, вне зависимости от размера этого очага. И ещё один пример. Представим, что есть образование 32 мм, которое врастает в диафрагму, и нам тоже надо представить, какое значение это будет иметь для врача-онколога. И мы будем интерпретировать его, то есть и онкологи его будут интерпретировать как Т4. Спасибо. Спасибо большое, Петр Сергеевич. И несколько тоже таких коротких ответов на короткие вопросы нашей аудитории в онлайн. Используется ли измерение объёма образования в миллилитрах и сантиметрах кубических? Используете ли вы? Мы не используем. Тем не менее, последние рекомендации Флейшнеровского общества для динамического наблюдения за случайно выявленными очагами в лёгком рекомендуют, во всяком случае, как-то указывают объём этих очагов и говорят, что с ними следует делать. Но именно для оценки уже существующего рака лёгкого не используется. Хорошо. Какие критерии метастатического поражения внутриглёдных лимфатических узлов и как оценить степень метастатического поражения лимфатического узла? Вот такой вопрос. Это очень сложный вопрос. Вот ещё раз повторюсь, то, что в настоящее время есть такой, может быть, он и заслуживает критики, но принятый подход указывать все лимфоузлы размером более 1 см, как подозрительные на метастазы. Если мы видим изменение их формы, если мы видим изменение их структуры, изменение характера накопления контрастного вещества, и мы уверены, что это метастатический лимфоузел, мы это однозначно указываем в заключении. Тем не менее, если у нас есть какие-то сомнения, и характер, например, накопления контрастного вещества этим лимфоузлом нас смущает, мы должны это также указать в заключении, чтобы при видеотракоскопии онкологи взяли этот узел. Я так понимаю, по поводу степени поражения, это степень уверенности рентгенологов в поражении. Существуют градации? Вероятная, наиболее вероятная и однозначная? Мне они не знакомы. Хорошо. Как Вы относитесь к низкодозовой КТ в режиме скрининга? Просто как Вы относитесь? Это мейнстрим, к которому мы должны приобщиться. Спасибо. Требуют ли очаги 3 см и менее субсолидного строения внутривенного контрастирования и контроля с внутривенным контрастированием? Это сложный вопрос. Как показывает практика, что хотелось бы сделать исследование без контрастирования, но как только мы делаем исследование без контрастирования, мы натыкаемся на какие-то вопросы. Вы будете делать с контрастированием? Я буду делать с контрастированием. Спасибо. Есть ли корреляция поражения лимфатических узлов КТ с ПЭТ-КТ и с МРТ-диффузией? Корреляция? Есть, нет? Да, есть. Показатели ПЭТ-КТ выше, чем КТ, а МРТ еще требует дообследования. То есть вы больше доверяете данным ПЭТ-КТ, чем КТ? Это данные мировой температуры. Спасибо.